Hi there! С вами Элен Торнадо и английская грамматика с очень аппетитными примерами. Special questions – специальные вопросы во времени present simple – настоящее простое. Special questions – специальные вопросы задаются к определенному члену предложения, к одному слову или группе слов. When do you usually have dinner? Когда вы обычно обедаете? When – когда – это вопросительное слово к обстоятельству времени. И обратите внимание, have dinner – иметь обед. Эти два слова переводятся на русский язык – обедать. Их нельзя разрывать. To have dinner – обедать. Это как одно слово. We usually have dinner at 7 o'clock. Мы обычно обедаем в 7 часов. Да, я знаю, среди изучающих английский очень часто возникают горячие споры. Как правильно называть вечерний прием пищи – обед или ужин. Dinner or supper. На самом деле название зависит от социального статуса и места проживания. У меня на канале есть видео, в котором я подробно это объясняю. Если не смотрели, то обязательно посмотрите, и для вас многое прояснится. Как образуется специальный вопрос? Он образуется так же, как и общий, то есть при помощи вспомогательного глагола do. Но перед вспомогательным глаголом do или does ставится вопросительное слово what – что? Where – где? When – когда? Who – кому? Кого? Whose – чей? Why – почему? How much – сколько? How many? И другие. Что они обычно выбирают на обед? For – соответствует предлогу для в русском языке. Можно сказать для обеда, к обеду. То есть обед состоится в будущем, и для обеда они что-то выбирают и покупают. Они обычно едят жареную рыбу с картошкой. Вы уже знаете, что британцы называют свое коронное блюдо просто fish and chips. Об этом было в одном из предыдущих видео. Специальный вопрос произносится с понижающей интонацией. Часто падение тона происходит на последнем ударном слоге. Например, как в этом предложении. Что предпочитают ваши дети? Мои дети предпочитают жареную радужную форель. Rainbow – радуга. Trout – форель. Rainbow trout – радужная форель. Broiled rainbow trout – жареная радужная форель. Broiled – жареная от слова to broil – жарить. И сразу возникает вопрос. To fry – жарить и to broil – жарить. В чем разница? To fry – это жарить в жире или на масле с применением растительного масла. To broil означает приготовить еду при помощи прямого сухого тепла от бройлера. То есть жарить на огне без добавления жира. Что такое бройлер? Broiler – это противень или специальная сковорода. Она бывает прямоугольной, бывает с рифленым дном. В кафе и ресторанах бывают плиты – бройлеры. Таким образом жарят мясо, птицу, рыбу, морепродукты, овощи и даже фрукты. Они получаются очень вкусные, с аппетитной корочкой. You see? Понятно? Итак, мы говорили с вами об образовании специальных вопросов во времени Present Simple. Друзья, если видео понравилось и вы хотите получить еще интересный и полезный материал, то ставьте лайк и напишите об этом в комментариях под видео. Подписывайтесь, если еще не подписаны. А мои дорогие студенты разговорного курса «Универсальный английский» приступайте к практике устной речи. See you later! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»